Продолжение следует... 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 Так... Да... Мой экран видно... Я уже сам это вижу... Так... Смотрите... Продолжение следует... 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 и о технической реализации одноэтапной автоматической трансэпиталиальной ФРК. Компания H-Rind – это немецкая семейная компания, которая больше 25 лет производит лазеры для коррекции зрения, и свое присутствие на рынке они обеспечивают постоянным фокусом на инновациях и благодаря тесному сотрудничеству с практикующими врачами. Результатом этого сотрудничества стал эксимерный лазер Швинтамарис с частотой до 1050 Гц и активным трекингом по шести даже физическим измерениям. Самый современный айтрекер отличается также использованием тонких алгоритмов и инновационных программных решений. Диагностика интересна тем, что в ней реализованы Шемплюк и Пласида в одном приборе и позволяют делать эти измерения одномоментно. Также имеется скрининг на кератоконус, на глаукому и прочие остальные полезные функции для рефлекционного хирурга. Я немножко отвлекаюсь для того, чтобы смотреть, есть ли сообщение о том, что вдруг что-то не показывает и так далее. Как я понимаю, сейчас всем все видно. Программное обеспечение Швинт можно подразделить на три составных модуля. Это терапевтический модуль, это пресбиопический модуль и окулярно-рефлекционный модуль, про который мы сегодня и поговорим. В рамках этого модуля возможна работа в таких режимах абляции, как Aberration Free, что переводится как «свободный от аберраций». В нем мы корректируем только сферу и цилиндр. Но мы знаем, что если мы будем только убирать сферический и цилиндрический компоненты, то мы ничего хорошего не добьемся. Поэтому Aberration Free – это не просто удаление сферического или цилиндрического компонента, это нечто большее. Персонализированные такие вот по роговичному волновому фронту абляции представлены режимом Corneal Wayfront, который использует волновой фронт роговицы для интеграции в план операции. Данные волнового фронта раскладываются по пыльному цернике, и план строится с учетом, опять же, индивидуального волнового фронта глаза. Но это не просто удаление всех аберраций высшего порядка, это более тонкая работа, о чем я тоже скажу подробно. Говоря в подробностях про Aberration Free режим, важно сказать, что в нем предусмотрено множество таких вот интересных внутренних алгоритмов, таких как, например, автоматический подбор сферичности в зависимости от корректируемых диоптерей. Для обеспечения оптимального уровня сферической аберрации у пациента уже после операции. Автоматический подбор переходной зоны с помощью сплайн-технологии, технологии сплайн-интерполяции, благодаря чему достигается максимально плавный переход между оптической зоной и остальной роговицей. Это компенсация потери эффективности лазерного луча, связанная с отражениями и также с геометрическими искажениями. Для этого ПО даже учитывает коэффициенты кератометрии. Также это в учет возрастных особенностей, то есть гидротации роговицы близ пресбиопического возраста. И в том числе компенсируется индуцируемая аберрация, аберрация индуцируемая формированием флэпа или же аберрация индуцируемая самой абляцией. Говоря про абляции по волновому фронту, по аберрация индуцируемой не закончил. И, соответственно, когда вы в планировщике в Aberration Free выбираете тот или иной режим абляции, там LASIK или FRK, то ту или иную операцию, за этой кнопкой скрыта своя мульти-линейная, не линейная, вернее, номограмма, которая позволяет вам не использовать эмпирическую номограмму внешнюю такую, что, конечно же, очень удобно. Дополняется, Aberration Free дополняется, да, трассировка лучей, и это становится уже абляцией по волновому фронту. Я сказал про трассировку лучей. Трассировка лучей – это значит то, что ПО, оно отслеживает ход лучей с помощью специального математического моделирования. И благодаря этому можно компенсировать аберрации избирательно. То есть, по сути, компенсировать только те аберрации, которым это требуется, а те, которым не требуется, их оставлять нетронутыми. Есть также функция минимизации потребления ткани в одной кнопке буквально, то есть, которая позволяет подобрать персонализированную абляцию с минимальным тканем потребления. Я обещал в конце рассказать про автоматизированную транспитериальную FRK, одномоментную, которая давно, на самом деле, применяется в оборудовании Schwint, и 2009 года на сегодняшний день она несет название, коммерческое название SmartServe. Задача, в начале всего этого пути, была повысить безопасность, обеспечить точность и сократить период восстановления. Ну, то есть, все, что нам нужно для поверхностных абляций достичь. В 2005 году этот путь начался с того, что компания Schwint в своих лазерах интегрировала алгоритм интеллектуального термоконтроля iTech, который сортирует лазерные импульсы и обеспечивает стабильный температурный режим роговицы, независимо даже от того, насколько длительно будет эта абляция, что подтверждено несколькими инвиво-исследованиями с тепловыми камерами. В 2009 году они внедрили одноэтапную методику, вот как раз-таки, когда перестала требоваться необходимость выполнения операции в два этапа, в нейтральный или фракционный, все делалось в один этап. И в 2015 году они улучшили эту технологию за счет внедрения технологии SmartPulse, улучшенного позиционирования лазерных импульсов. Итак, что же такого интересного в техническом плане в полностью одноэтапной трансферке? Дело в том, что программа рассчитывает операцию так, что вначале наносится рефракционный компонент, сразу же прямо на эпителий, после чего только идет эпителиальный компонент. Обратите внимание на анимации на слайде, идет эпителиальный компонент, он как бы опускает полученную линзу до уровня строма. Разность коэффициента абляции и строма, и эпителия, она автоматически компенсируется программным обеспечением Швинд, неравномерность толщины эпителия тоже компенсируется. И что интересно, то что для миопических, например, абляций, вам абсолютно необязательно знать реальную толщину эпителия. Средние значения, которые по умолчанию занесены в программное обеспечение, они с учетом дополнительных шагов, которым мучает Швинд, то есть однозначные, слишком простые рекомендации, вы можете даже не знать реальную толщину эпителия, даже если она сильно отличается от стандартной, получить очень хорошие результаты. Получаете из раза в раз очень хороший результат. Вот. Я сказал то, что в 2015 году это все было дополнено технологией SmartPulse. Что это такое? Дело в том, что без SmartPulse план абляции описан как трехмерный объем, базирующийся на плоской поверхности. И таким образом, ПО считает, что расстояние на слайде X и Y, что эти расстояния, они равны. Но на самом деле мы знаем, что это не так. И чем дальше мы уходим от центра роговицы, тем больше отличий между X и Y. В технологии SmartPulse план абляции описан как трехмерный объем, также как трехмерный объем, но базирующийся уже на искривленной поверхности роговицы на основании фуллереноподобной структуры. Вот она здесь справа снизу на слайде представлена. И таким образом меняется представление лазера о поверхности роговицы. И что важно, то что в этой фуллереноподобной структуре все пересечения равноудалены. Вот обратите внимание, теперь X действительно равен Y. И это позволяет получать более точное, более плотное нанесение импульсов на периферии, несмотря на то, что там определенные есть, могут быть искажения всегда. С точки зрения клинических всех вещей, дальше подробнее расскажут. Я лишь скажу то, что в мультицентровом исследовании увидели то, что на 60% снизился остаточный размер неровности. Вот у нас снимки электронной микроскопии посередине слайда. Сверху это при обычной трансферка и снизу при смарт-серфейс. А также вы видите фотографии миопического плана абляции, нанесенного на фотобумагу. Вы видите разницу, что при обычном распределении импульсов чуть более, конечно, хаотично, при смарт-плассе гораздо более равномерно. И это то, что позволяет нам улучшить клинический результат, о чем следующий спикер расскажет в своих докладах. Спасибо за внимание. Своя презентация, в принципе, закончила. Она небольшая. Прошу техническую службу передать докладчика Эрике Наумовне. И напоминаю, что мы ждем ваши вопросы во вкладке «Questions». Просьба... Просьба... Так... Ага. Мой экран уже не видно. Да. Просьба, если вопрос адресован кому-то конкретно из докладчика, указывать кому. Далее передаю слово Эскамерике Наумовне с докладом «ТрансФРК. История возможностей» или «Чего не боятся врачи». Уважаемая Эрикана Наумовна, придаю вам слово. Огромное спасибо, Марк. Вы сильно облегчили мою задачу, поскольку теперь, вероятно, всего... Мне меньше придется рассказывать о «ТрансФРК». Но мне бы хотелось, чтобы наши слушатели сегодня вышли с конкретным пониманием, как это работает, чем отличается ФРК от «ТрансФРК» и не путали больше эти понятия. Итак, «ТрансФРК». Фоторефракционная кератоктомия – это первая эксимер-лазерная рефракционная операция, которая появилась в наших руках, как в Тальмол. К сожалению, первые результаты этой операции были неудовлетворительными. И сегодня нам, пожалуй, не то чтобы смешно, а грустно, скорее всего, смотреть на эти результаты, которые в тот момент казались нашим коллегам революционными. Можно было с помощью лазера убрать очень большую близорукость, скорректировать. Но при этом точность этой операции при близорукости до минус 6 диоптрий находилась в пределах плюс-минус 1 диоптрий от целевой рефракции. К сожалению, при этом и не удавалось достичь достаточно высокой остроты зрения. То есть происходило снижение максимально коррегированной остроты зрения. Но достичь остроты зрения 0,6 удавалось в более чем 90% случаев. Практически у всех пациентов наблюдалось как минимум слабо выраженное помутнение роговицы после операции, которое было названо хейзом или облаком, которое являлось следствием взаимодействия энергии лазера с тканью роговицы. Что при этом отмечено? Что основные осложнения были описаны при коррекции близорукости более чем 6 диоптрий. К сожалению, происходили потери в максимальной остроте зрения. К сожалению, эти потери происходили более чем 2 строки. Сегодня для нас это уже недопустимый показатель. Но основные осложнения, еще раз повторяю, происходили при коррекции близорукости высокой степени. Как же появились и развивались эти технологии? Если мы сейчас посмотрим, то исторически первое использование эксимерного лазера появилось в 1980 году и было описано. И в 1986 в эксперименте, а в 1989 на человеческом глазу была проведена та самая первая фоторефракционная кератоктомия. Уже в 1990 году попытались наши коллеги сделать операцию по методу ТрансФРК, то есть провести коррекцию сквозь эпителий. И для этого они использовали два модуля, а именно два шага. Сначала удаление эпители с помощью безрефракционного профиля, то есть плоского воздействия на роговицу, называлось фототерапевтической кератоктомией. Ну а потом непосредственно уже рефракционный профиль наносился на роговицу. К сожалению, у этого подхода были свои недостатки, о которых я скажу несколько позднее. В результате формирования этих недостатков от ТрансФРК пришлось отказаться. И в дальнейшем они немножко забыли, более чем на 10 лет, и только в 2011 году впервые опубликована одношаговая, одномоментная ТрансФРК, который сегодня уже в несколько модифицированном варианте с технологией SmartPulse мы с вами и пользуемся. Почему же возникали те самые первые осложнения фоторефракционной кератоктомии, которые многих пугают до сих пор? Ну это связано в первую очередь с несовершенной технологией лазера, которая продолжала совершенствоваться. На сегодняшний день мы с вами находимся, пожалуй, на вершине эволюции эксимерных лазеров, во всяком случае в исполнении компании Швиндт. Я считаю, что совершенствовать в этом лазере практически уже нечего. А в 90-х годах, в начале 90-х, мы с вами имели полные апертурные лазеры, которые воздействовали на роговицу с очень большой энергией, в результате чего происходило изменение температуры роговицы, но и, к сожалению, ни о какой индивидуализации профиля речь не могла идти, и аберрации, которые формировались в результате на роговице, были очень велики. Кроме того, диаметр оптической зоны, который формировался с помощью этих лазеров, тоже оставлял желать лучшего. Единственное, что удалось важного еще получить, и я хотела бы это упомянуть, что при воздействии эксимерного лазера на роговицу, поскольку идет одномоментное воздействие на всю поверхность, полностью повторяются все неровности, которые имеются на поверхности роговицы, или все изменения ее кривизны. Почему это важно, мы с вами поймем, когда мы с вами будем говорить о логике одномоментного трансферка. Итак, трансферка, когда впервые применялась еще в двухшаговой комбинации, почему она показалась интересной? Оказалось, что апоптоскеротоцитов гораздо менее выражены при применении этой методики, и вследствие этого тканевого ответа тоже менее выражены. Эта технология бесконтактная, то есть не нужны никакие инструменты, не нужен спирт для удаления эпителия. Но, к сожалению, для того, чтобы реализовать эту технологию, нужно было, во-первых, иметь две сразу программы и переключаться от одной программы к другой. Это отнимало время и влияло на точность проведения операции. Во-вторых, к сожалению, была большая продолжительность и требовался больше опыта от хирурга, потому что как же понять, что вы уже удалили весь эпителий? Понять это очень сложно, и увидеть сложно. И можно увидеть по разнице свечения эпителия и стромы, роговицы, потому что коэффициент табляции у этих тканей разный, и светятся они, флоресцируют при взаимодействии с оксимерным лазером по-разному. Конечно, для этого требовался большой опыт. Ну и, конечно, в результате того, что не учитывалась разница в толщине эпителия в центре, на периферии кривизна роговицы, результат был недостаточно предсказуем. Как мы уже с вами поняли из доклада Марка, сначала происходит абляция в нашей с вами одномоментной трансферка, которая реализована в компании Шлинг. Я это повторяю еще раз, потому что разные компании по-разному реализуют этот подход. Сначала происходит абляция рефракционного компонента, а потом уже наносится эпителиальный компонент, который по сути является рефракционно-нейтральным, но он повторяет весь профиль, который был нанесен раньше, и как бы проваливает его в ткань роговицы. Таким образом, как я уже говорила, мы с вами получаем рефракционный эффект гарантированный. Что еще учитывается в программном обеспечении? Сейчас я технические пометки смотрю. Да, все нормально у нас идет. Что еще учитывается в программном обеспечении? Во-первых, результаты исследования, которые показали среднестатистическую толщину эпители в центре и на периферии, их разницу для того, чтобы упростить задачу планирования операции. Вся процедура реализуется в одном профиле, и это очень важно, то есть не нужно переключаться между операциями и процедурами. И учитывается разница в коэффициенте абляции между эпителием и роговицей. Еще секунду. Итак, если мы сравниваем с вами трансэпителиальную ФРК с ФРК, то чем же они, по сути, отличаются? Ну, рефракционные возможности, рефракционный диапазон мог бы быть сопоставим, если бы обычная ФРК не давала больше осложнений. Традиционная ФРК приводит к осложнениям примерно в 10% случаев, и чаще всего мы встречаемся с хейзом и с максимально снижением максимально коррегированной остроты зрения. Ну, и сроки зрительной реабилитации вы видите, что после трансферка одномоменты значительно короче. Сейчас я все это смогу проиллюстрировать тоже и клиническими данными, и данными литературных обзоров. А пока я бы хотела еще раз обратить ваше внимание на интеллектуальную систему термоконтроля, которая внедрена в эксимерный лазер Швинтамарис. Речь идет о том, что в процессе абляции температура не повышается более чем на 2 градуса. И это очень важно, и это приводит именно к безопасности при коррекции близорукости высокой степени. Не нужно забывать, что у нас дополнительные микроны на удалении эпителия. То есть общая глубина абляции может вас изначально испугать. Она довольно часто, в большинстве случаев, больше 100 микрон. И бояться этого не нужно, потому что еще раз температура логовицы не меняется практически. Компенсация потери энергии для нас с вами очень важна. Об этом Марк рассказал великолепно. Я не буду останавливаться на этом вопросе. Главное понимать четко, что мы с вами получаем именно тот профиль, который запланирован вами в результате внедрения всех этих технических усовершенствований. Оптимизация поверхности роговицы тоже представлена великолепно была с технической стороны. Но для чего она на самом деле нужна? Ведь по сути мы знаем, что эпителий роговицы – это уникальная структура, которая ремоделирует все неровности, микронеровности, которые на этой поверхности находятся. Для чего же нам главное гладкая поверхность? А оказывается, для того, чтобы получить тот самый вауэффект, для того, чтобы ускорить эпителизацию, а ускорение эпителизации приводит к снижению выработки факторов роста и, соответственно, к снижению рисков появления пролиферативного ответа роговицы хейза. Ну, мы видим здесь разницу в гладкости поверхности, она очевидна. И, по сути, еще разочек сравните, как выглядят профили. Конечно, масштаб здесь разный у этих картинок. Здесь масштаб, вы видите, в два раза мельче, здесь крупнее, поэтому профиль выглядит немножко по-другому, но, тем не менее, это коррекция близорукости одной и той же степени, но в разных профилях. Как же принимать решение при планировании операции? И вообще, какова логика? Потому что мне многие доктора спрашивают, а как же это работает? Потому что вот принцип взаимодействия с роговицей не очень понятен. Сейчас я попробую попытаться, попытаюсь это все уложить по полочкам. Посмотрите, пожалуйста. Представляем себе, что эпители именно той толщины, которая у нас с вами среднестатистическая, в центре 55 микрон, на периферии 65. В таком случае, планируя вместе с вами операцию, мы получаем удаление эпители и рефракционный профиль, именно так, как мы запланировали, и мы получаем именно тот результат, который мы планировали в плане диаметра и глубины, и формирования кривизны, а значит, рефракционного эффекта. Если вдруг эпители оказываются толще, сегодня у нас есть программные возможности изменить планируемую толщину эпители у пациента, поэтому я настойчиво буду рекомендовать нам с вами проводить измерение толщины эпители теми аппаратными средствами, которые доступны для того, чтобы правильно планировать эту операцию. Ну и все-таки предельная допустимая возможность программной толщины эпители, которую мы можем заложить, это 75 микрон, и мы с вами видим, что в результате глубина абляции стромальной немножко уменьшается, диаметр уменьшается, но из-за того, что сначала мы накладываем рефракционный профиль, а потом эпителиальный, рефракционный эффект остается тот же самый, и это чрезвычайно важно. В случае, если эпители тоньше, чем мы планировали, мы тоже с вами ничего не теряем, кроме чуть-чуть более глубокой абляции стромальной, которую мы формируем, ну и здесь вопрос тканесбережения в расчетах остаточной толщины роговицы выдвигается уже на первое место. Ну и очень важный момент, а что же произойдет, если вдруг близорукость слабая, минус 0,75, минус 0,5, а эпители толще, чем мы планировали. И здесь мы с вами находимся на грани неполучения рефракционного эффекта, поэтому здесь планировать эту операцию нужно очень тщательно, еще раз повторяю, измерять толщину эпители, и, возможно, увеличивать диаметр оптической зоны для того, чтобы все-таки получить рефракционный эффект. Тем не менее, в начале практики я бы не советовала применять трансфер К при коррекции близорукости менее чем на однодюбре. Также я бы для начала не советовала применять трансфер К для коррекции ранее оперированных класс с остаточными рефракционными нарушениями, поскольку правило и структура распределения эпители после рефракционных операций меняется. Вы это знаете прекрасно. И, допустим, после миопических операций коррекции миопии мы с вами имеем толщину эпители в центре, роговицы толще, чем на периферии, и это уже меняет несколько принципов и подход к применению методики трансфер К. Теперь что бы мне хотелось вам показать? Конечно, наши результаты. Ну вот обратите внимание, что мы получаем великолепную остроту зрения уже через один месяц после операции, и это некоррегированная острота зрения, и через 3 и 6 месяцев после операции она выше, чем максимальная острота зрения до операции у наших пациентов. Эти данные статистически достоверны. Если мы говорим об остроте зрения, некоррегированной остроте зрения сразу после эпитализации, а сроки эпитализации после этой операции в среднем 2,2 дня или суток. То есть это очень быстро. То есть что вы можете обещать пациенту на 3 сутки после операции? Вы можете обещать остроту зрения 0,6 и выше более чем у 45% пациентов. Это достаточно хорошо. Хочу сказать, что многие пациенты после этой операции, после завершения эпитализации приезжают за рулем, а некоторые и приезжают в первые сутки на осмотр за рулем. Но почему, это я уже скажу отдельно. Безопасность очень важный критерий. И здесь вы видите, что потерь строчек максимальной стати зрения у нас не происходит. Хотела поделиться с вами данными литературного обзора, которые мой коллега доктор Сахайль разрешил мне вам представить. И здесь вы видите, что идет сравнение различных поверхностных абляций, результатов поверхностных абляций при коррекции близорукости слабой и средней степени и при коррекции близорукости высокой степени. Мы видим, что одномоментная трансферка, а это SS-трансферка, даже без применения методики SmartServe, дает нам великолепные совершенно результаты по безопасности и эффективности. При коррекции близорукости средней степени и при коррекции близорукости высокой степени мы видим, что коэффициент безопасности и эффективности тоже единица. Это литературный обзор. То есть это, по сути, данные многих исследований. Предсказуемость. Обратите внимание, коэффициент регрессии 0,983. Средний сферный эквивалент, который нам удается получить после операции, это 0,03 диоктрии от цели. И, в принципе, и мы, и наши пациенты очень довольны. Показатель этот для поверхностных абляций, я думаю, должен быть удивительным для вас. Точность. Еще один график. И мы здесь видим, в пределах полудиоктрии 92% пациентов находятся. И это тоже очень хорошо. Если мы говорим о показателях гладкости поверхности, то вы видите, что в конечном итоге, после завершения операции и восстановительного периода, через 6 месяцев, качество поверхности, а именно РМС, показатель, он и характеризует качество поверхности, роговицы оптической, уменьшается, то есть качество поверхности улучшается. К сожалению, любая операция приводит к любая операция рефракционная, к семерлазерной, к увеличению сферической аберрации. Вам это известно, потому что мы, по сути, меняем профиль роговицы. Но если мы сравним, а здесь я сравниваю нашу с вами технологию SmartServe с обычной трансферка, то генерация сферической аберрации значительно менее выражена. То есть реализуется тот самый принцип о сферичности, о котором мы с вами говорили в самом начале устами Марка. Небольшое видео, чтобы вы посмотрели, как ощущает себя пациент, глаз и вообще весь процесс. То есть происходит коррекция, работает лазер, идет центрация. Вы видите здесь метки эксимерного лазера Шиндрамарис. И вы видите летающее пятно, которое летает по алгоритму интеллектуального контроля температуры. Хотела показать вам индекс генерации Хейзов, который происходит при коррекции тем или иным поверхностным методом на роговице, и тоже показать вам, насколько трансферка в этом плане хороша. Значит, это сроки после операции 3-6 месяцев. И вот такая шахматная разметочка. Это операция SmartServe, одномоментная трансферка. И мы видим с вами, что вероятность получения Хейза первой степени выраженности существует через 3 месяца после операции. И вероятность ее меньше 3%. Ну, а Хейз второй степени выраженности просто отсутствует у этих пациентов. Ну и здесь идет сравнение с другими поверхностными методиками. Еще одно литературное обоснование – это сравнение, опять, трансферка, одномоментное по технологии SmartServe с другими методиками коррекции аномалий рефракции. И здесь даже у нас существует и фемтолосек, и механическая ФРК, и лосек, и ФРК с помощью удаления эпителии, когда удаляется алкоголем. И здесь мы видим, что трансферка дает меньше болевых ощущений, меньше выраженный Хейз, гораздо более быстрое заживление, и гораздо более высокие цифры некоррекированные, максимально коррекированные остроты зрения. Я думаю, что благодаря тому, что мы сейчас с вами услышали, для нас становится понятным вот этот слайд, когда мы видим, что с течением времени поверхностные абляции начинают занимать достойное место около 30-40% в структуре рефракционных методов, которые применяются для коррекции аномалий рефракции у пациентов в мире. Это тоже обзорные данные. Здесь данные до 2014 года, поскольку дальше своя корректива внесла операция СМАИ. Ну и в завершении своего доклада я хотела бы показать вам список литературы, которые были использованы при подготовке моего доклада. Доклад окончен. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое, уважаемая Каналамуна, за интересное сообщение. Прошу техническую службу передать докладчика Наталье Владимировне. И напоминаю, что мы ждем ваши вопросы для докладчиков во вкладке «Questions». Просьба, если вопрос адресован кому-то из докладчиков, указывать кому. По поводу технических моментов мы все вопросы записываем, фиксируем. И мы учтем пожелания в последующих наших вебинарах, безусловно. Но сейчас на лету что-то менять – это проблематично. Следующий доклад предстоит Наталье Владимировне Майчу, как я сказал. «Сублумиллиарная кератабляция. Универсальное решение рефракционных проблем». Уважаемая Наталья Владимировна, прошу, передаю вам слово. Спасибо. Еще раз хотел бы поблагодарить за возможность представить результаты нашего небольшого исследования, результаты нашего знакомства с лазером компании «Швинд», которые будут финальной частью моего доклада. Я надеюсь, меня слышно, меня просто не очень показывает. Все нормально? Да. Итак, название нашего доклада, который мы выбрали для нашей части, определения собственной позиции, это «Сублумиллиарная кератабляция» как универсальное решение рефракционных проблем. И, безусловно, предпосылками к появлению сублумиллиарных методов кератабляции стали недостатки фоторефрактивной кератектомии в том первом варианте, в том первом варианте, которым она стала доступна рефракционным хирургам и рефракционным пациентам. И, безусловно, будучи очень простой в техническом исполнении, требующий малого количества каких-то инвазивных манипуляций и так далее, данная технология имела свои существенные недостатки в виде выраженного болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде, достаточно медленного восстановления зрения, которое достигало приемлемых величин только после достижения реапитализации и только после резорпции стромального отека острота зрения достигала 0,5 и выше. Профилактикой развития сублумиллиарной фиброплазии было призвано назначение длительных препаратов стероидных, которые несли в себе риск так называемых стероид-ассоциированных осложнений, такие как реактивация герпетической инфекции, появление изменений, связанных с офтальмой гипертензией, потенциирования или провоцирования развития стероидной катаракты. Относительно высокий риск сублумиллиарной фиброплазии у пациентов при коррекции миопии с выше 6 диаптрий, при коррекции гиперметропической инфракции, при астегматической коррекции, в тех ситуациях, особенно когда было недопустимо или не разрешалось применение цитостатиков, конечно, ограничивали применение данной операции. Ну и, безусловно, развитие сублумиллиарной фиброплазии, как представлено здесь, в варианте попытки выполнения данной операции при коррекции гиперметропической рефракции, безусловно, ограничивали широкое применение данной технологии. И все это привело к идее и созданию технологии сублумиллиарной кератектонии. И тесно данная технология в ее современном представлении, связанной с именем греческого исследователя Иоанниса Поликариса, который в 90-м году позиционировал появление и развитие новой технологии ЛАЗИК. Вот это, собственно говоря, слайд как раз Иоанниса Поликариса, который и свидетельствует о схеме выполнения данной операции. Однако несколько лет до этого российские исследователи из Новосибирска, Ража, Флантух и их соавторы получили свой собственный опыт сублумиллиарной кератабляции на отечественном эксимерном лазере после формирования с помощью трепана 5-мм роговичного клапана и абляции строма роговицы для коррекции миопии. В 1988 году результаты этих исследований были доложены на заседание Конгресса Американской Академии в Тельмологии. И этот факт на самом деле не скрыт от истории. И когда Трокилл делал свой большой доклад, известный многим рефракционным хирургам, об истории развития рефракционной хирургии, он упомянул вклад российских исследователей в первые шаги создания сублумиллиарной кератабляции. В 1992 году в МНТК микрохирургии глаза была выполнена первая операция нашими уже отечественными хирургами по коррекции миопии с использованием технологии ЛАЗИК. Вот, собственно говоря, картинка, фотография этой операции, когда роговичный клапан был сформирован с помощью микрокератома КРМ-ВИЖЕН и эксимерлазерная абляция осуществлялась с помощью эксимерного лазера профиль 400, тоже отечественного лазера. Таким образом, данная технология операция ЛАЗИК феерично вошла в нашу практику и дала то, что пациенты хотели. Это тот вау-эффект получения великолепного зрения на первые сутки после операции. Безусловно, эта операция не могла не стать популярной и не приобрести такую бешеную популярность благодаря тому, что протекала она практически без болезни, как во время операции, так и в раннем послеоперационном периоде, поскольку репетализация достигалась в течение очень быстрого времени. 2-4 часа было достаточно для полной репетализации краевого дефекта и, соответственно, стихания корнеального синдрома. Острота зрения восстанавливалась на следующий день после операции и высокая предсказуемость результатов в тех ситуациях, когда это не зависело от течения репаративных процессов, процессов репаративной регенерации, безусловно, позволила выполнять эту операцию для коррекции более широкого спектра рефракционных нарушений, в том числе для коррекции гиперметропической рефракции, для коррекции астигматической рефракции, для выполнения коррекции сверхмалых степеней аметропии. Кроме того, низкий риск развития субапителиальной фиброплазии, стероидоассоциированных осложнений был связан, также сопровождал развитие данной технологии. Вместе с тем, к сожалению, несмотря на существенные преимущества, несмотря на хорошие рефракционные результаты, к сожалению, в определенном проценте случаев технология LASIK сопровождалась развитием различных осложнений. И здесь, безусловно, выходит на первый план клапаны осложнения, обусловленные формированием роговичного клапана с помощью механического микрокератома. Это и дефекты формирования роговичного клапана по типу баттенхолла. Это и дефектные клапаны недостаточного размера, не полностью сформированы, причиной которой мог быть как срыв вакуума, так и неидеальное протекание этапа формирования роговичного клапана с помощью механических микрокератомов. К сожалению, роговичный клапан, сформированный с помощью механического микрокератома, имеет не очень высокую предсказуемость потолщения. И даже самые современные микрокератомы имеют достаточно большую погрешность. Что при отсутствии интероперационной эпохиметрии, при работе на границе возможности метода, при субмаксимальном истончении роговицы и при неучитывании параметров иногда более толстого формируемого роговичного клапана, могло приводить к развитию послеоперационной кератектазии. И именно с появлением субламилиарной кератектазии мы столкнулись с проблемой развития послеоперационной кератектазии. К сожалению, роговичные клапаны, сформированные механическими микрокератомами, не всегда позволяют формировать широкую оптическую зону, что связано, безусловно, с формированием так называемых нежелательных хатических эффектов аберрации в послеоперационном периоде, которые снижают качество зрения, особенно в сумерках, и, безусловно, не добавляют удовольствия пациентам в послеоперационном периоде. Что исходит из этих недостатков? На мой взгляд, и на взгляд исследователей, которые в тот период времени пытались улучшить и усовершенствовать технологию субламилиарной кератектомии, это совершенствование, в первую очередь, методик и технологии формирования роговичного клапана. И здесь фемтосекундный лазер, по сути, стал новой эрой развития лазерной субламилиарной кератектомии. И здесь, в конце 90-х годов, большое количество исследователей направило свои усилия на использование, на возможности использования фемтосекундных лазеров в реферационной хирургии для формирования роговичных клапанов. В том числе и отечественные исследователи приняли участие в таких совместных разработках, которые проводил в том числе в клинике Focus Medical в Венгрии, где были получены первые клинические результаты использования фемтосекундных лазеров для формирования роговичных клапанов. Вместе с тем, первые фемтосекундные лазеры, несмотря на достаточно оптимистичный результат, имели существенные недостатки, поскольку формирование интрастромальной полостей, связанных с являющимся результатом работы фемтосекундных лазеров, производил формирование роговичного клапана. Однако имели они достаточно высокую энергию, располагались на определенном расстоянии друг от друга, что в результате формировало достаточно шероховатую поверхность стромального ложа и внутренней поверхности роговичного клапана и оставляло так называемые тканевые мостики. Безусловно, такой клапан по качеству был существенно хуже, чем клапан, сформированный механическим микрокератомом, при отсутствии осложнения, безусловно, формирования механического микрокератома. Эволюция развития фемтосекундных лазеров привела к тому, что энергии современных лазеров минимальна, и существует технология так называемого оверлаппинга, то есть перекреста, перекрывания соседних импульсов фемтосекундного лазера для формирования идеально гладкой поверхности. И таким образом, в настоящий момент рефракционная хирургия имеет практически идеальный лазерный микрокератом, который позволяет формировать роговичные клапаны, идеальные по предсказуемости, по морфиметрическим параметрам, и быть уверенными в том, что мы формируем роговичный клапан, расслаивающий ткань на одной глубине, не пересекающий большое количество экологеновых фибрил, и, соответственно, мы можем формировать практически идеальные роговичные клапаны. Параллельно с развитием технологии формирования роговичных клапанов мы получили существенные преимущества, отличающие фемтосекундный лазер от сформированного клапана микрокератомом. В частности, это униформный клапан, имеющий одинаковую толщину на всем протяжении, в отличие от менискообразного клапана, имеющего меньшую толщину в центре, с чем, собственно говоря, и связано развитие такого неприятного осложнения, как баттенхолл. При этом разброс по толщине современных фемтосекундно сформированных роговичных клапанов безусловно отличается высокой предсказуемостью. И на сегодняшний момент предсказуемость не превышает несколько микрон, в отличие от клапана, сформированного механического микрокератома. Эволюция эксимерных лазеров, которая шла параллельно развитию и совершенствованию методов формирования роговичного клапана, тоже шла по направлению совершенствования технологий. И в первую очередь направление шло на увеличение частоты генерации импульсов, которое обеспечивало ускорение протекания эксимер-лазерной операции. Вторым направлением, которое существенно внесло вклад в повышение результативности, повышение эффективности выполнения рефракционных операций, это улучшение гладкости формированной поверхности, улучшение качества формированной поверхности. С совершенствованием данных технологий нам стала доступна не только технология просто коррекции сферических или цилиндрических компонентов рефракции пациентов, но и стало возможным появление технологии персонализированной абляции, которая была направлена на коррекцию наряду с аберрациями низших порядков сферы и цилиндра, еще и регулярного волнового фронта, который имеется практически у каждого пациента в той или иной степени и в ряде случаев вносящих существенный вклад в то качество изображения, которое пациент имеет в результативности. И такие технологии также стали очень популярны на волне эволюции технологий керторефракционной хирургии. Бум персонализированной коррекции различных вариантов суперлазика, персонализированного лазика и так далее пришлась на начало 2000-х годов, когда практически каждый производитель эксимерных лазеров создал технологию, позволяющую избавить пациента от аберраций и создать так называемое суперзрение, идеальное зрение, лишенное этих мелких оптических шумов, которое было призвано повысить максимальное качество зрения пациента. Вместе с тем, выполнение повального лечения персонализированными коррекциями с удалением всех возможных аберраций привело нас к пониманию определенных особенностей. Безусловно, и до этого мы знали, что аберрация зависит от диаметра зрачка, но что стало очевидным? Очевидным стало то, что аберрации увеличиваются с возрастом, и корректируя аберрометрическую картину у пациента, мы получаем коррекцию здесь и сейчас. То есть той, того аберрационного фронта, который есть у пациента сейчас, и с моментом взросления, с моментом старения, с моментом изменения внутренних аберраций, по мере изменения аберраций хрусталика и так далее, баланс аберраций смещается, и мы получаем иногда непредсказуемый результат в послеоперационном периоде. Что актуализирует вопрос того, стоит ли вмешиваться в эту исходную нативную картину аберрометрического баланса глаза и удалять, огульно удалять все те аберрации, которые имеются у пациента. На сегодняшний момент мы считаем, что такие персонализированные аберрации не всегда целесообразны, и в частности, если так называемая клинически значимая аберрация, а это в первую очередь комо- и сферические аберрации, имеют не очень большой вклад в общий аберрационный фон пациент. Если общий уровень аберраций в высших порядках невелик, и у пациента нет так называемой аберропии, то есть снижение максимально коррегированной страты зрения, обусловленной большим количеством аберраций в высших порядках, то, наверное, внедряться в эту динамическую систему с попыткой удалить все аберрации, вероятно, нецелесообразно. А что же целесообразно? Как известно, роговица не является шариком, то есть не является сферической структурой в нашем, как бы, в общепринятом представлении. По сути, роговица представляет собой так называемый вытянутый эллипсоид с отрицательной конической константой, который в результате проведения стандартных сфероцилиндрических алгоритмов кертоабляции меняет свою сферичность, переходит в положительную часть, что индуцирует, в первую очередь, сферические аберрации на средней периферии. Это приводит к снижению качества зрения, особенно в сумерках, по мере увеличения диаметра зрачка, и приводит к появлению тех самых нежелательных оптических эффектов, которые снижают удовлетворенность пациентов рефракционными операциями. И именно это открытие, эта идея, и легла в основу следующего пути развития технологии ксимирлазерной абляции. Эта абляция направлена на попытку сохранения нативной формы роговицы, попытку сохранения того баланса аберраций, которые есть у пациента с минимально возможным индуцированием сферических аберраций и минимально возможного перехода вот этой отрицательной конической константы в положительное значение, насколько это возможно. Это приводит к тому, что контрастная чувствительность у пациентов в мезопических условиях при выполнении абляции с учетом конической константы демонстрирует гораздо более высокие результаты по сравнению с тем, что мы имеем при стандартных сфероцилиндрических алгоритмах без учета данных возможностей. И именно в поиске таких технологий, таких алгоритмов абляции, которые не пытаются огольно убрать все аберрации высшего порядка, а предлагают такой разумный подход к сохранению нативной формы роговицы и предлагает нам швинт. Это так называемый aberration-free профиль, который по сути, хоть он и позиционируется как профиль, который направлен на коррекцию сферы цилиндра, но здесь показаны вот галочками те моменты, которые позволяют учитывать этот умный, не совсем обычный профиль стандартной абляции в коррекции рефракционных нарушений. И вот здесь представлен, собственно говоря, такая вот операционная панель для хирурга, и где мы видим, какое количество параметров мы можем учитывать у пациента, выполняя вот этот профиль aberration-free. Здесь учет и у биомеханических факторов, индуцируемых аберраций при выполнении различных операций. В частности, известно, что выполнение то количество импульсов, которые необходимо использовать для коррекции той же количества диаптрей на интактной роговице, и в условиях релифта, когда мы используем операцию для докоррекции, он, безусловно, различен. Упрочнение роговицы после кросслингинга меняет биомеханику роговицы и тоже требует внедрения намограмм. Учет толщины роговицы и процент содержания в ней воды тоже влияют на коэффициент абляции, на тот рефракционный эффект, который мы получим в результате проведения операции. И вот учет всех этих моментов позволяет практически не вносить каких-то намограмм для хирурга, к чему мы привыкли, и что мы используем при работе на практически всех других лазерных установках, пытаясь учесть вот эти все моменты, которые мы эмпирически знаем, но здесь, в данной ситуации, они внедрены на программном уровне. Алгоритм принятия решений, которые разработаны компанией Швент, позволяет проанализировать тех пациентов, которые мы берем на рефракционную операцию и показывает, что на самом деле от 90 до 95% пациентов могут быть эффективно скорректированы с помощью технологии Operation Free и получить хороший предсказуемый рефракционный результат. С июля 2019 года мы имели возможность, имеем возможность на сегодняшний момент очень счастливо внедрить в свой арсенал рефракционный эксимерный лазер Швентамарис, последний, самый современный лазер, который имеет самую высокую частоту, скорость генерации импульсов совместно с диагностическим модулем, который является неотъемлемой частью этой системы и позволяет проанализировать пациента, обследовать пациента, провести очень важный момент, детекцию офсета до операции и внести, перенести эти параметры в лазер и выполнить рефракционные операции. В данной ситуации я проанализировала и отобрала пациентов, которые были прооперированы мной с июля 2019 года по февраль 2020 года. Безусловно, это далеко не все пациенты оперированы на этом лазере, но, как часто бывает, если пациент из другого города и так далее, то на месячный визит он не приезжает, и поэтому сюда я отобрала тех пациентов, у которых период наблюдения был более месяца. И это было 413 глаз, куда пошли пациенты. Я разделила их не совсем, может быть, корректно с точки зрения подходов к делению, но для того, чтобы максимально возможно продемонстрировать возможности нашей результаты. Это были пациенты с миопией до 10-ти диаптрий. Это та группа, которая вошла в наше совместное исследование, о котором мы будем говорить с эриконаумной позднее. Это пациенты со сверхвысокой миопией, с миопическим астигматизмом, гиперметропией и так далее. Для формирования роговичного клапана во всех случаях использовался эксимерный фемтосиконный лазер ZIMMER Z6. Также в процессе работы он был поменен уже на Z8, но все, соответственно, роговичные клапаны сформированы с помощью фемтосиконного лазера. Какие результаты мы получили? Ну, безусловно, при миопии до 10-ти диаптрий острота зрения 0,8 и выше была получена в 100% случаев. В остальных группах у пациентов с миопическим астигматизмом и при сверхвысокой миопии она была чуть ниже. Однако во многом это связано с исходной, не максимально коррегированной остротой зрения, поскольку потеря всего лишь одной строки максимально коррегированной остроты зрения была получена только у одного пациента на одном глазу при сверхвысокой миопии порядка 15-ти диаптрий. И несмотря на то, что здесь 7%, это всего лишь один глаз. Предсказуемость у всех пациентов, проанализированные в этой части исследования, была крайне высокая. И здесь, конечно, при миопии сверхвысокой мы имели чуть больше разброс относительно планируемой рефракции, но, тем не менее, она была также крайне высока. У пациентов более сложной группы для рефракционных хирургов – это пациенты с гиперметропией, сферическим гиперметропическим астигматизмом, со смешанным астигматизмом. Безусловно, острота зрения выше 0,8% получена не у всех пациентов, однако во всех случаях это было связано с наличием рефракционной амблиопии. Потери строк отмечались только у пациентов с высокой гиперметропией, и больше 5,3% по сфере эквивалента – это было в одном случае у пациентов с сложным гиперметропическим астигматизмом. У пациентов со смешанным астигматизмом ни в одном случае потери строк максимально коррегированной строты зрения не было. Предсказуемость была достаточно высока, и хотелось бы отдельно поговорить о безопасности. Потери одной строки максимально коррегированной строты зрения наблюдались в 2,3% гиперметропии и гиперметропическом астигматизме, а вот прибавка до 3 строк максимально коррегированной строты зрения отмечалась у пациентов достаточно часто, и вплоть до 3 строк у смешанного астигматизма это было максимально выражено. Синдром схового глаза в послеоперационном периоде отмечался, безусловно, что, к сожалению, клапанной хирургии не бывает без этого, тем более большинство наших пациентов пользовалось контактными линзами. Однако уже через 6 месяцев после операции частота нейротрофической петелиопатии не была свыше 1,5%, и субъективная оценка по индексу СДА также была очень невелика. Среди осложнений, никаких серьезных осложнений, которые привели бы к какому-то удлинению послеоперационного периода, к счастью, в нашей группе выявлено не было. Всего лишь один пациент в первые сутки после операции механически сместил роговичный клапан, что потребовало его репозицию на следующие сутки с наложением мягкой контактной линзы. Остальные осложнения в основном были связаны с предсуществующими изменениями роговицы на фоне контактных линз. Суммируя вышесказанное, мне хотелось бы сказать о том, что, по моему мнению, операция «Фемтелазик» является универсальным решением рефракционных проблем, но, безусловно, с учетом соблюдения таких условий, как тщательный выбор пациентов, использование современных диагностических приборов для комплексной оценки состояния глаза, безусловно, использование фемтосекундного лазера для формирования роговичного клапана, а также использование современного эксимерного лазера, который с применением усовершенствованных профилей позволит достичь великолепных результатов. Безусловно, наша работа – дать прекрасные глаза каждому, и мы рады, что с использованием современных лазеров эта идея, этот девиз Святослава Николаевича Федорова «Мы делаем реальностью». Я благодарю вас за внимание. На этом я заканчиваю. – Огромное спасибо, Наталья Владимировна, за ваш информативный доклад. Уважаемые докладчики, прошу включить возможность совместного проведения следующей презентации. В это время я напомню слушателям то, что мы ждем ваши вопросы во вкладке «Questions». Мы уже много их получили, мы их все структурируем, на них на себе пытаемся ответить. Просьба адресовать кому-то, вопрос адресованный кому-то конкретно, с докладчиком, адресовать его, и всем, кто поднимает руки, тоже информация после ответа на вопросы, тоже можно будет по поднятым рукам. То есть сейчас у нас-то все в конце программы запланировано. Спасибо. Да, передаю слово спикерам. Пока мы сейчас ждем, Наталья Владимировна загрузит презентацию, даст мне право пользоваться мышью. Я хочу обозначить интригу нашего сегодняшнего доклада совместного, потому что, конечно, мы сейчас рассказали вам каждое методики, которую мы представляем. И сегодня наша задача не убедиться, что кто-то делает что-то лучше или хуже, а, наверное, все-таки подобрать для нашего пациента оптимальное решение и обсудить с вами этот выбор. Наталья Владимировна, удалось мне мышку дать? Да, удалось. Все, я вижу. Надима? Да, есть. Значит, итак, приступаем. Сравнивая наши технологии, мы можем говорить о том, что они обе достаточно старые. Это значит не то, что их не стоит применять, а то, что, наверное, достаточно накопленного опыта. Одномоментная трансферка при этом все-таки применяется с 2011 года. И продолжительность операции очень небольшая, она действительно короткая. Она абсолютно бесконтактная, совершенно не страшная для пациента. То есть никакими инструментами мы не должны дотрагиваться до глаза. Что касается рефракционного диапазона, то в наших условиях рекомендовано коррегировать миопию до 10 диоптрий по опыту. И 12-14 мне встречалось, и я получала великолепные результаты. Что касается коррекции гиперметропии и гиперметропического астигматизма и смешанного астигматизма, то все-таки поверхностные абляции для коррекции этих рефракционных нарушений не очень хороши, не рекомендуется. И мы поэтому не будем обсуждать и сравнивать этих пациентов с пациентами, оперированным методом ГЛАСИК. Ну и диапазон коррекции астигматизма тоже достаточно велик. Единственный минус – это, конечно, более длительная реабилитация. Зайденная возможность вернуться к работе через 4-5 дней. Безусловно, сублумиллиарная кератоктомия также имеет достаточно большую историю. И на сегодняшний момент все же современная эра применения сублумиллиарной кератоктомии, на мой взгляд, эта технология непосредственно связана с внедрением и активным применением фемтосиконно-лазерных технологий. И на сегодняшний момент мы практически не используем микрокератон для формирования роговечного клапана, за исключением тех ситуаций, когда у пациента есть рубцы, какие-то дефекты, где фемтосиконный лазер показывает не очень хорошую эффективность. По длительности операции, безусловно, она несколько длиннее, чем операция ТрансФРК, поскольку мы используем два прибора. И здесь, к сожалению, достаточно много времени уходит, если, например, нам необходимо перемещать пациента из-под фемтосиконного лазера под эксимерный лазер, но, тем не менее, все равно это не превышает порядка 10 минут. Техническая сложность. Безусловно, требуется больший уровень обучения и хирургических навыков для того, чтобы выполнить эту хирургию по сравнению с ФРК, но при получении хорошего клинического опыта и наработки технологии, безусловно, никто из хирургов не сталкивается с какими-то выраженными техническими проблемами. Диапазон коррегируемых амитропей, безусловно, несколько шире, чем рекомендован и зависит от исходного подхода к выбору пациентов, от отходного состояния глаза пациента, от каких-то индивидуальных особенностей и с учетом, безусловно, и очень важного внимания, которое должно удивляться ответственному подходу к выбору хирургии и соблюдению критериев безопасности, может быть несколько шире, чем рекомендованный, но нерегламентированный. Безусловно, за счет того, что мы внедряемся в более глубошележащие среды, это более инвазивная операция, но зато она позволяет вернуться пациенту к привычной нагрузке, к привычной жизни уже на следующий день после операции, что, безусловно, нравится и хирургам, и пациентам. Если мы говорим о биомеханике и о влиянии рефракционных операций на роговицу, то, конечно, нет абсолютно интактной и, так скажем, индифферентной для роговицы операции. При этом рядом экспериментальных и математических исследований было показано сходные результаты, свидетельствующие о том, что роговица имеет неодинаковую однородность по своим прочностным характеристикам. И поверхностные 20% толщины роговицы обеспечивают более 60% ее биомеханической резистентности. Поэтому, конечно, внедряясь в глубже лежащие структуры роговицы и повреждая их, мы должны ответственно подходить к тому, что же мы делаем, и не наносить ни в коем случае вред пациенту, соблюдая критерии безопасности. Сравнивая рефракционные операции, применяемые сейчас в рефракционной хирургии, и на правом графике это наглядно видно, хотя это математическая модель, это не результаты клинических исследований, что, конечно, операция с формированием роговичного клапана в большей степени ослабляет биомеханику роговицы. И это накладывает дополнительную ответственность на хирурга в выборе данной операции и в определении безопасных возможностей, критериев для выполнения данных операций у конкретного пациента. В дополнение к анализу биомеханических изменений роговицы на фоне проведенных рефракционных вмешательств, я хотела бы обратиться к публикации Вальтера Секунда. Он провел две аналогичные работы, две похожие друг на друга исследования, с двухмерной экстензиометрией, экс-вива на парных глазах. И здесь достаточно сложно нам будет сравнивать, потому что он проводил исследование на эластичность и ригидность этих полосок после проведения ФРК и СМАЙЛ и после проведения ФРК и СМАЙЛ и ФМТ-ЛАССИК. Задачей была исследователя, конечно, доказать безопасность биомеханического СМАЙЛ, но что любопытно, что в первом своем исследовании ему удалось подтвердить, что СМАЙЛ значимо более стабильный дает роговицу, чем ФМТ-ЛАССИК, а вот существенных статистически достоверных отличий между СМАЙЛом и ФРК во время этого экс-вива исследования ему выявить не удалось. Листаем дальше. Если мы еще раз вернемся к изучению биомеханической резистентности роговицы, то исследование Джона Маршалла было направлено на то, чтобы показать, что само по себе формирование роговичного клапана даже без выполнения какой-то эксиммерлазерной аппляции уже само по себе ослабляет роговицу. В частности, им было показано, что формирование роговичного клапана толщиной 180 микрон ослабляет роговицу на 33% относительно его исходных величин, что, безусловно, и предопределяет тенденцию, отмечаемую в настоящее время, и тенденцию хирургов формировать роговичный клапан максимально тонкий, максимально, возможно, тонкий, в меньшей степени нарушая, как бы внося динанс в биомеханическую резистентность тенденции роговицы. При этом следует, наверное, еще вспомнить еще одного исследователя биомеханической резистентности, Синти Робертс, который говорит о том, что роговица – это не кусок пластика. И выполняя какой-то разрез на роговице, мы нарушаем ее вязково-эластические свойства, и пересечение большого количества коллагеновых фибрил приводит к их ретракции и рефракционному эффекту. Поэтому, конечно, формировать роговичный клапан нам надо не только тонко, но и в пределах одного слоя роговицы, что, безусловно, может реализовать на сегодняшний момент только фемтосиконный лазер. Что и предопределяет, наверное, подход современных рефракционных хирургов, которые априори говоря о технологии лазик, я говорю о зарубежных хирургах, и подразумевает, что это лазик, где клапан сформирован роговичный с помощью фемтосиконного лазера. Да, это уже точно шаг в эволюции, который мы прошли. Итак, мы провели совместное ретроспективное исследование, и здесь представлена группа пациентов, которые мы сравнивали. И, как вы видите, достоверных отличий по степени близорукости, по максимальной остроте зрения, по возрасту в этих группах нам появить не удалось. И рефракционный диапазон тоже очень похож, но где-то в группе трансферка он просто ограничен, как я уже вам говорила, возможностями метода. Анализируя наши результаты, безусловно, операция фемто-лазик дала более высокую скорость восстановления некоррегированной страты зрения. И уже на первые сутки после операции в среднем некоррегированная страта зрения в группе пациентов с миопедой 10-ти диапазона составляла 0,98. При операции ФРК, безусловно, за счет отсутствия полноценной репетализации на этом сроке она была несколько ниже. К месяцу разница уже несколько снизилась, и к трюм месяцам мы в наших анализируемых группах получили сопоставимые результаты. Если мы будем говорить о динамике максимальной коррегированной страты зрения, что немаловажно, мы сможем с вами увидеть, что достоверные отличия удается обнаружить только через месяц после операции, как это было и с некоррегированной стратой зрения, а в сроке 3 и 6 месяцев после операции отличия между группами нивелируются, и показатели становятся равнозначными. Стабильность сферы эквивалента рефракции после операции в анализируемых группах в обоих группах была очень стабильной и очень хорошей. И вот здесь наглядно демонстрируют графики, что ни в группе фемтолазик, ни в группе трансферка мы не видели какой-то даже тенденции к регрессу рефракционного эффекта или повышению разброса, что, безусловно, говорит о стабильных рефракционных результатах операций. И, говоря о результатах рефракционной хирургии, мы, конечно, должны с вами оценивать точность, и точность обеих операций сопоставима, близка. Мы видим, что в пределах полудиоптрии от целевой рефракции находится больше 90% и в той, в другой группе пациентов. Предсказуемость. Еще один важный критерий, по которому рефракционные хирурги обычно оценивают результаты своих вмешательств. И здесь нам было очень приятно получить и в одной, и другой группе крайне высокие коэффициенты, показывающие стабильность, предсказуемость наших рефракционных результатов, которые у пациентов с фемтолазик составил 0,99, у пациентов с трансферка 0,98. Безусловно, эти графики не могут не вызывать нашего удовлетворения полученными результатами, но я думаю, что и наши пациенты также счастливы получать предсказуемые рефракционные результаты после наших проведенных вмешательств. Безопасность – один из важнейших критериев рефракционной хирургии, потому что наша операция относится категорией все-таки косметических, то есть она не является жизненно необходимой, наш главный принцип – не навредить. Здесь является ведущим, и мы видим, что современные технологии рефракционные позволяют обеспечить пациентам сохранение максимально коррегированной остроты зрения или даже ее улучшения. Это касается пациентов чаще всего с высокой близорукостью, у которых аберрации при очковой коррекции не позволяет получить высокую остроту зрения. Таким образом, обе операции позволяют безопасно скорректировать близорукость различной степени и сохранить максимальную остроту зрения. Проведение керторефракционных операций как поверхностного типа, так и субламиллярного типа безусловно приводит к временной денервации роговицы. В случае трансферка мы, аплируя буменовую мембрану с находящимися на этом уровне нервными волокнами нервального сплетения райзера, вызываем отсутствие этих нервных волокон, которые визуализируются в раннем послеоперационном периоде. Формируя роговичный клапан, мы также перерезаем нервные волокна, вызывая временную денервацию роговицы. Нервные волокна роговицы выполняют большое количество функций. В первую очередь, это поддержание так называемой функциональной слезной единицы, дуги слезообразования, обеспечивающие адекватность, качество и количество продуцируемой слезной жидкости. В условиях денервации, как после операции трансферка, так и после операции фемтолазик, происходит разобщение дуги слезообразования и временно происходит развитие транзиторного синдрома москового глаза, которое необходимо быть скорректировано с помощью различных медикаментозных препаратов. К счастью, восстановление нервных волокон происходит как при одной, так и при другой операции. Однако здесь следует отметить, что после операции ФРК скорость восстановления иннервации центральной оптической зоны роговицы несколько выше. И уже к 5-6 месяцу мы практически у всех пациентов с помощью конфокальной микроскопии видим восстановление правильного по архитектонике нейронебрального сплетения на уровне поверхностных слоев роговицы. У пациентов после клапанных операций восстановление чуть медленнее, это, как правило, 8-12 месяц. При этом, когда мы проводили исследование скорости восстановления после операции ЛАЗИК и после операции ФЕМТОЛАЗИК, то более быструю тенденцию к восстановлению реиннервации мы обнаружили у пациентов при формировании клапана с помощью фемтосекундного лазера. И связываем это с тем, что формирующийся по краю клапана небольшой фиброзный рубец является более благоприятным для проникновения, прохождения через него нервных волокон, чем эпителиальный валик, который формируется у пациентов после формирования клапана с помощью механического микрокератома, который, вероятно, является преградой для вырастающих нервных волокон. Говоря о негативных эффектах рефракционных операций на роговице, мы, безусловно, должны говорить о ядрогенном синдроме сухого глаза. И здесь одним из показателей является состояние эпителия, переднего эпителия роговицы. И мы видим, что частота выявления нейротрофической эпителиопатии, к сожалению, после фемтосек несколько чаще в сроке 1 месяц после операции, чем после трансферка. Но я уверена, что к году после операции эта разница нивелируется. К сожалению, этих данных у нас нет. Более детальные исследования, показатели так называемого функционального слезного комплекса, который мы используем в нашей клинической практике для оценки качества и количества слезопродукции, позволяют говорить о том, что наряду с более быстрым восстановлением иннервации роговицы и показатели функциональной слезной секреции после операции ФРК восстанавливаются чуть быстрее. Тем не менее, в обоих обследованных группах к году после операции мы видим восстановление доинтактного значения всех анализируемых показателей как количества, так и качества формируемой слезной пленки. И еще раз о наболевшем, а именно о роговичном синдроме, который встречается после обеих операций потому что все-таки нарушение эпителиальной целостности происходит и после трансферка, а после фемтоласик. К счастью, после фемтоласик это происходит восстановление гораздо быстрее в течение нескольких часов. Реэпитализация после трансферка все-таки отнимает больше двух суток. Но тем не менее, с учетом применения новых технологий я хочу сказать, что выраженность полевых ощущений у наших пациентов с поверхностными абляциями стало значительно меньше. И многие даже говорят, а зачем вы нас обманывали, говорили, что будет очень больно. Почему не болит? И во многом этому способствуют и технологии, используемые в эксимерном лазере Шинтомарис, и тактика интраоперационного и послеоперационного ведения пациентов с применением охлаждающих агентов, с применением лечебно-контактной линзы и стероидных и нестероидных противовоспаливных препаратов по определенной схеме. Да, извините, если позвольте. Здесь, конечно, еще много зависит от исходного психологического статуса пациента, поскольку иногда пациент и после операции фемтелази говорит о том, что у него просто нестерпимые болевые ощущения, несмотря на то, что он легко открывает глаза и позволяет провести биомикроскопию. Поэтому, конечно, здесь болевой синдром, конечно, это такой немножко субъективный метод оценки результативности и удовлетворенности пациента в операции. К сожалению. Если мы говорим о длительности и структуре послеоперационной терапии, после анализируемых операций, то, несмотря на одинаковый набор препаратов, групп препаратов, которые мы применяем в послеоперационном периоде, структура и длительность каждого из этих периодов, она немножечко отличается. Если у пациентов с транс-ФРК период профилактики инфекционных осложнений, как правило, совпадает по длительности с периодом реепитализации и составляет 3-4 дня, то обычно при клапанных операциях мы назначаем профилактические антибиотики на срок до 7 дней. Если мы говорим о стероидных препаратах, то здесь, конечно, после транс-ФРК необходимо более длительное, более интенсивное назначение стероидов. И здесь схема, как правило, ограничивается двумя месяцами применения стероидных препаратов и, конечно, требует определенного внимания к этим пациентам для того, чтобы не пропустить возможные индуцируемые стероидами осложнения. При операциях клапанного типа, при операциях фемтолазик, стероиды, как правило, назначаются на 2 изредка 3 недели послеоперационного периода. Скорость восстановления реинервации, скорость восстановления функционального слезного комплекса к дооперационному уровню требует назначения слезозамещающих препаратов на достаточно длительный срок. И, как правило, после операции транс-ФРК мы ограничиваемся 5-6 месяцами после операционного назначения слезозамещающих препаратов, а при операции фемтолазик этот период, как правило, несколько дольше. Ну и теперь я считаю, что очень важно, конечно, обсудить вероятность интероперационных и послеоперационных осложнений транс-ФРК, потому что это одно из важных преимуществ, на мой взгляд, этой операции, потому что, по сути, риск получить серьезное осложнение, влияющее на качество жизни, на остроту зрения в дальнейшем, при современных технологиях стремится к нулю. Мы и по литературным данным, и по нашему опыту не встречаем никаких воспалительных реакций у этих пациентов, если правильно осуществлять отбор и, конечно, не брать пациентов с инфекционными процессами на операцию. Замедленная эпитализация также не происходит у нас в практике, и это, опять же, связано с правильным отбором пациентов и с правильным алгоритмом медикаментозного введения и наблюдением пациентов. Соответственно, мы и не встречаем стойких помутнений роговицы после операции, и если говорить о хейзе, то вероятность развития хейза транзиторного безусловно существует, это нормальная реакция роговицы на поверхностную абляцию, но он естественно транзиторный и маловыраженный, не влияет ни на качество зрения, ни на остроту зрения, и частота указана здесь на слайде, вы видите, что около 10% в сроке 3 месяца после операции до 1 балла. К сожалению, мы вынуждены применять стероидную терапию у этих пациентов для стабилизации рефракционного эффекта достаточно длительно, и безусловно, практически у половины пациентов мы видим некую реакцию в виде повышения внутриглазного давления на довольно часто в допустимых пределах, и я прошу вас в этом плане не забывать оценивая внутриглазное давление, производить перерасчет, роговично компенсирование внутриглазного давления, потому что это важно для исключения недооценки повышения внутриглазного давления. Ну, а в случае необходимости медикаментозной коррекции она тоже возможна, вероятность возникает у 15% пациентов, и в случае некомпенсированного повышения внутриглазного давления, мы с Натальей Владимировной опубликовали статью по этому поводу, наработали определенный опыт применения препарата циклоспорина местного для стабилизации и для замены стероидов, для стабилизации эффекта, и одновременно для терапии глазной поверхности, таким образом мы одним выстрелом убиваем двух зайцев. И еще хотела бы обратить внимание на сроки наблюдения за пациентами, поскольку оптальмокипертензия транзитурная развивается, как правило, через три недели после начала применения стероидов, это очень важный период, когда надо приглашать пациентов и оценивать целесообразность коррекции медикаментозного введения, то есть вот это дополнительное неудобство, которое возникает при введении этих пациентов дополнительной трудозатраты, но овчинка, на мой взгляд, это выделки стоит. Если мы говорим о вероятности видах осложнений при клапанных операциях, то, к счастью, они бывают очень редко, и в зависимости от того или иного осложнения, это 1 на 1000 до 1 на 15 тысяч ситуация, и, конечно, здесь в первую очередь идет и отбор пациентов, использование современных технологий, использование адекватного фармакологического сопровождения и использование препаратов, которые направлены на лечение тех осложнений, которые выявляются, и правильной техники. Конечно, безусловно, рефракционная хирургия как одна из наиболее технологичных проблем в направлении и медицины, и офтальмологии, она дает хорошие результаты и низкий процент осложнений при соблюдении диагностического, лечебного, хирургического алгоритма, при четком следовании технологии и тактики. И тогда те проблемы, которые встречались еще несколько лет назад или на этапе отработки технологий с пониманием и адекватным реакцией на то или иное осложнение, безусловно, будет снижаться по мере наработки и опыта и совершенствования хирургической тактики ведения пациента. Ну, а теперь, если говорить о позитивном настрое, то нам, безусловно, нужно рассказать о том, какие дополнительные возможности дает каждая методика. И здесь немаловажно сказать о процессах, довольно распространенных, о дистрофии бомбина, мембраны, когда трансферка позволяет провести не только коррекцию рефракционного нарушения, но и оказывает определенный лечебный эффект благодаря тому, что формируется псевдо-бомбина мембрана, на которой происходит закрепление переднего петеля роговицы и дистрофические зоны при этом удаляются. Сейчас ждем, получилось. Если можно, на один слайд назад. Спасибо. Буду пользоваться вами как очень высококвалифицированным ассистентом по презентации. При говице различной теологии речь о применении фентосекундного лазера, как правило, не идет, потому что для применения энергии нужно прозрачные оптические среды. И здесь также трансфер выходит на лидирующую роль, позволяя удалить поверхностное помутнение и при этом добиться коррекции рефракционного нарушения. Также мы имеем возможности, и здесь представлены клинические случаи, коррекции не только рефракционного нарушения, но и возможности коррекции аберрации, вызванных теми или иными травматическими воздействиями на роговицу. Здесь представлены случаи пациентки с кератитом, перенесенным три года назад, с устойчивым помутнением роговицы, которое находилось в ее передних слоях, и в результате проведения кастомизированной трансферка удалось добиться повышения максимальной остроты зрения с 0,5 до 1 коррекции и рефракционного нарушения и оптических аберраций. Субомиллиарная кератабляция в варианте исполнения фентолазик тоже может быть дополнена топографически ориентированным алгоритмом абляции, но здесь безусловно большую роль играет прозрачность центральной оптической зоны для достижения высоких клиников функциональных результатов. И вот здесь как раз представлен вариант удачного применения в течение обстоятельств выполнения абляции у пациента с посткертопластическими рефракционными нарушениями, когда центральная оптическая зона прозрачна, есть хороший рубец периферический без локального перифокального фиброза, который позволил хорошо проработать фемтосекундному лазеру и сформировать роговичный клапан без какого-то дефекта с получением высокого зрения. Еще одним моментом, где безусловно фемто-лазик может иметь существенное преимущество перед другими технологиями, это коррекция сверхмалой диоптрии, поскольку, конечно, высочайшая предсказуемость полученных результатов, вне зависимости от качества формируемого эпидемиального пласта, позволяет нам убирать такие сверхмалые диоптрии и получать уже на следующий день после операции великолепные рефракционные показатели и идеальные рефракционные результаты. Сложная оптика роговицы, которая представляет безусловно собой смешанный стигматизм, когда мы имеем очень выраженный перепад и в форме роговицы, в кертометрии, и здесь, конечно, безусловно, выполнение операций такого типа является практически безальтернативной технологией получения высокого зрения. И вот здесь как раз один из недавних случаев, который прооперирован на ксимерном лазере Шелин-Тамарис, когда у пациента с астигматизмом более 63 и максимально коррегированная страта зрения несколько ниже, чем единица. На первые сутки после операции мы видим уже единицу, идеальное зрение и великолепный рефракционный результат, который, конечно, очень нравится пациенту. Формирование гиперметропического профиля роговицы безусловно представляет еще одну очень сложную проблему в рефракционной хирургии. Вот здесь наглядно на УСИТе показано, как меняется, какой новый профиль создается после эксимерлазерной коррекции и, конечно, в случае выполнения поверхностной абляции в зонах вот этих перепадов возможно как гиперплазия эпителия, так и формирование кольцевого хейза, который приведет к регрессу рефракционного эффекта и снижению остроты и качества зрения. И только покрытие измененной вновь созданной формы роговицы роговичным клапаном защищает нас от этого регресса рефракционного эффекта и позволяет предлагать пациентам с гиперметропией не очень высокой, но все же методы коррекции с помощью технологии рефракционной Я позволю поспорить с вами, потому что регресс-рефракционного эффекта при коррекции гиперметропии обусловлено ремоделированием эпителия, и здесь мы все равно этого избежать не можем, к сожалению. Но чем больше оптический зон, а у Шень, да, безусловно, чем более широкая зона, чем более гладкий переход и чем, конечно, меньше конечная кератометрия роговицы в результате формирования операции, чем меньше этот перепад, чем, безусловно, качество зрения, острота зрения и стабильность рефракционных показателей больше, и, конечно, диапазон коррекцией гиперметропии, на мой взгляд, безусловно, ограничен именно конечной кератометрией, которую получит пациент в результате проведенной операции, и здесь, конечно, это играет ключевую роль. Ну и подходя потихонечку к заключению нашего сегодняшнего спора и обсуждения, мы хотели бы сказать следующее, и это наше консолидированное мнение. Во-первых, трансферка и фентеласик дают сопоставимые результаты при коррекции близорукости до 10-12 диоптрий. По основным параметрам рефракционной хирургии безопасность, стабильность, предсказуемость и эффективность. Состояние эпителия и скорость восстановления функционального слезного комплекса в раннем послеоперационном периоде, после трансферка лучше, и таким образом эта операция может быть рекомендована пациентам с более выраженными нарушениями глазной поверхности. Безусловно, скорость восстановления страты зрения отмечается более высокой после операции фентеласик. И уже на следующий день пациент получает то зрение, которое позволяет ему вернуться к работе. И, конечно, скорость и необходимость и возможность пациента выпасть из активной жизни на относительно длительный промежуток времени может, так скажем, давать нам идею в направлении выбора коррекции для наших пациентов. Безусловно, при выборе оптимального метода, который подойдет данному конкретному пациенту и даст ему оптимальные рефракционные результаты, следует иметь в виду вид его исходной рефракции, готовность терпеть болевой синдром в раннем послеоперационном периоде, исходную толщину роговицы, скорость восстановления зрения, ну и, безусловно, исходный уровень слезопродукции, который мы получаем, который имеем у пациента в дооперационном периоде. И вот такое разведение пациентов, может быть, такое как раз консолидированное мнение о том, какой же пациент идеально подходит по тот или иной вид операции, позволило нам сформировать портреты идеального пациента по ту или иную керрефракционную операцию. Если мы говорим об операции фемтолазик, то здесь, конечно, хотелось бы, чтобы пациента отсутствовали или были минимально выражены изменения роговицы из-за длительного ношения контактных линз или хотя бы они были компенсированы насколько это возможно на дооперационном периоде. Безусловно, для этой операции можно предложить пациенту, который работает в офисе и должен максимально быстро вернуться к выполнению своей привычной злительной нагрузки работе за компьютером. И занятие спортом при этом, конечно, составляет неотъемлемую часть современных молодых людей, однако все же в его структуре спортивной активности желательно отсутствие активных контактных линзинобор в течение раннего послеоперационного периода в течение нескольких месяцев после операции. Это пациент, который хочет получить зрение здесь и сейчас и, как правило, пациент, который не готов терпеть болевой синдром в раннем послеоперационном периоде. Конечно, данной технологией является технологией выбора при сверхмалых ометропиях, при смешанном стиматизме и гиперметропической рефракции. Если говорить о идеальном пациенте для трансферка, то это пациент любого возраста с длительным стажем ношения контактных линз, как я уже говорила, с несколько более выраженным синдромом сухого глаза, хотя в любом случае, перед любой рефракционной операцией мы стараемся компенсировать это состояние. Это пациент, у которого могут быть высокие операции роговицы, которые могут быть скорректированы при вмешательстве по методике трансферка. Это активный человек, занимающийся спортом, который не хочет ограничивать себя даже на короткое время в своих увлечениях, в том числе и в экстремальных. И это пациент, который боится хирургических вмешательств, в том числе на глазах, потому что слово бесконтактное оказывает магическое воздействие на пациента и позволяет ему без страха зайти в операционную. При этом он готов потерпеть немного ради идеального зрения и любит проверенные и надежные технологии. Ну и в дополнение, возвращаясь к названию моей презентации, я хочу сказать, первой презентации, я хочу сказать, что многие врачи, которые работают в клинике «Сфера», понаблюдав за пациентами после операции «Трансферка», выбирают для себя именно эту операцию как наименее рисковую и дающую великолепный предсказуемый рефракционный результат. В структуре, анализируя структуру нашей хирургической активности, если, конечно, убирать технологию «Релек Смайл», операции субамиллярного типа составляют порядка 80%. На операции поверхностной абляции приходится порядка 20%. Наверное, это все-таки чуть больше процент, чем у средних рефракционных хирургов, обычных, которые чаще все же в единичных случаях выполняют методы поверхностной абляции, но это связано с тем, что моя научная работа направлена на выполнение операции сантологически изменена роговица, а здесь без методов поверхностной абляции невозможно получить хорошие результаты. И так же, как и Эрика Наумовна, в сложных случаях я, безусловно, очень люблю эту технологию как методику, позволяющую решить очень сложные рефракционные головоломки. Если говорить о структуре рефракционных операций, которые используются в клинике «Сфера», то если убрать операцию «Релакс-Смайл», структуру операции, мы увидим, что порядка 66, то есть 2 третей операции приходится на поверхностные абляции и 1 треть на субламиллиарные. Ну, а общая структура керторефракционной хирургии, вы видите, что 40% это операция «Смайл», 40% это операция по методике трансферка и 20 субламиллиарной. И в большей степени это распределение обусловлено типом рефракции, но и в том числе и другими показаниями, которые мы ранее уже сегодня обсудили. Ну и в дополнение я хочу сказать, что разница в цифрах, которые вы видите на этом слайде, она еще частично обусловлена лазерами, которые применяются для проведения коррекционной терапии. Поскольку у Натальи Владимировны есть возможность работать на всех лазерных установках, иногда она даже не может выбрать на какой она должна работать, работать на той, на которой все-таки сейчас принято работать в МНДК, а у меня тоже нет возможности выбирать, потому что я работаю на лучшем лазере в всемирном мире, то, соответственно, не все эксимерные лазеры позволяют получить такие же результаты при проведении коррекции по методике трансферка, как в Швинтамарис. Именно в связи с этим мы видим такую существенную разницу. Хотя, мне кажется, что мы, тем не менее, нашли общие точки соприкосновения при определении показаний к проведению того или иного вмешательства. Ну, наверное, мы поблагодарим за внимание и предложим, если у нас еще осталось время, потому что, как я понимаю, мы несколько выбились из предложенного регламента вернуться к вопросам. Большое спасибо за интересный и объемный доклад. Мы, в принципе, как говорили, будем переходить к рубрике ответственного вопроса. Спасибо всем слушателям за внимание тоже. Ну что, я тогда открываю свой список. У меня тут все разгруппировано. Напоминаю, что можно вопрос задавать вкладке questions, вопросы, которые будут адресованы конкретно докладчикам. конкретному докладчику они будут в большем приоритете, потому что будет понятно, как с ним работать. Мы начинаем с вопросами Эрика Наумуна. Здесь было много вопросов по поводу толщины эпители роговицы, как часто вы сталкиваетесь с тонким или толстым эпителием роговиц. И для начала с эпителием. Вы знаете, в рамках оборудования швин, к сожалению, сегодня нет возможности измерять аппарат на толщину эпители роговицы, хотя существуют приборы, позволяющие на платформе шамфлюк-камера, позволяющие получать карту толщины эпители роговицы, но мы ждем, когда швинт внедрит это в свои оборудования. Ну, а мы в свою очередь используем оптический конкретный томограф тоже с насадкой на передний отрезок глаза для того, чтобы оценить толщину эпители роговицы. Ну да, а как часто с толким или с толстым эпителем вы сталкиваетесь? Вы знаете, мы в свое время проводили исследование пациентам, которым проводили методику ФРК, коррекцию метропии, и использовали онлайн похиметрию, которая была внедрена в лазер Швинтамарис и оценивали толщину эпителия до и после его удаления и выяснили, что все-таки толщина эпителия, которую мы имеем у наших пациентов, несколько выше, чем те данные, которые в литературе были использованы. Поэтому при крайне низких степенях близорукости мы в обязательном порядке измеряем толщину эпителия, а также при различных и регулярностях поверхности роговицы это крайне целесообразно. Спасибо большое. И просто хотелось сразу на гонку закончить с теми вопросами, которые было несколько одинаковых. По поводу коррекции при трансферке более шести диоптрий. Не будет ли формирования Хейза либо других осложнений? И, соответственно, из всего этого вытекает вопрос про цитостатики. Вы знаете, что применение цитостатиков в нашей стране, к сожалению, запрещено. Но если мы обратимся к мировой практике, то в некоторых странах доктора не используют метамецин во время после абляции и получают великолепные результаты после проведения трансферка, еще раз повторяю, на лазере Швинтамарис, потому что алгоритмы абляции разные на разных эксимерных лазерах и сравнивать эти операции нельзя. А некоторые используют абсолютно постоянно при любых глубинах абляции. Довольно часто это связывает еще с активностью инсоляции, которая присутствует в той или иной стране. То есть в более северной стране это менее выраженные риски, в более южных регионах они более выражены. Поэтому если у вас нет возможности применения цитостатиков офф-лейбл, то тогда не надо их применять и бояться не нужно. Понятно. Да, следующий вопрос. У нас были вопросы адресованы Наталье Владимировне. Вот здесь вопрос про гиперметропию. Уважаемая Наталья Владимировна, расскажите, пожалуйста, об особенностях проведения лазерной коррекции при гиперметропии. Есть ли отличия при планировании операции отличия в послеоперационном периоде? Если честно, я половину вопроса не смогла услышать. Может быть, вы мне подскажете, кто это задавал, чтобы я его прочитала? Да, конечно. Сейчас, секундочку. А, еще разочек. То есть вопрос о гиперметропии, да? Да, там один, в принципе. Вопрос по гиперметропической коррекции, безусловно, это существенная проблема для кератерефракционной хирургии, поскольку если мы в результате операции создаем кератомет кератометрию и целевая рефракция больше 48 диапрей, то, к сожалению, снижение качества зрения у пациентов с потерей строк максимально коррегированной страты зрения мы можем ожидать. В связи с этим, когда мы планируем пациента на рефракционную операцию, мы всегда делаем, как бы, прогнозируем ту кератометрию целевую, которую мы получим у пациента. Если у пациента исходно кератометрия большая, то, вероятно, одному пациенту целесообразно отказать в выполнении кератометрия и рефракционной операции и выполнить операцию интракулярную по замене хрусталика на современные интракулярные линзы. Каких-то дополнительных, наверное, особенностей ведения у этих пациентов нет, но вот вопрос подготовки этих пациентов к операции, как правило, всегда очень сложный, потому что очень часто у пациентов достаточно высокий привычный уровень напряжения аккомодации и пациенты с гиперметропией, которые идут на рефракционную операцию и иногда имеют разницу между узким и широким зрачком, превышающим 2,3, диаптрии. И тогда выполнять эту операцию пациенту без подготовки невозможно, поскольку мы не понимаем, какие параметры необходимо заложить в лазер и как мы, собственно говоря, должны проводить коррекцию этого пациента. Поэтому, если пациент идет на гиперметропическую коррекцию, мы понимаем, что мы, в принципе, будем его брать на операцию, то до операции мы назначаем ему медриатики, мы назначаем ему прогрессирующие увеличения очковой коррекции, поскольку очень часто эти пациенты имеют очень сильную недокоррекцию и такие пациенты, безусловно, после операции могут получить стойкую миопизацию, которую очень тяжело увести после операции, если мы заложим всю гиперметропию. И только в той ситуации, когда разница между узким и широким зрачком у пациента не превышает 1,2,3, мы можем брать его на тертерефункционную операцию и получать уже хорошие результаты. Еще следует, наверное, тоже учитывать у этих пациентов, что создание такого сложного профиля абляции у этих пациентов повышает риск развития синдрома сухого глаза и тяжесть развития синдрома сухого глаза, в частности. Очень часто у этих пациентов локальная эпителиопатия в центре из-за такой вот пятна несмачиваемости роговицы бывает. Поэтому это еще один момент связанный с конечной кертометрией, с тем, что этих пациентов активно назначают гелевые препараты, стимуляторы репаративной регенерации для того, чтобы не допустить формирование эпителиального дефекта или каких-то проблем в центре роговицы после коррекции гиперметропии. Согласна на 100%. На 100%. Согласна это сложная категория пациентов требует длительного подхода и подготовки. То есть взять их с колес как правило не получается. Согласна. Абсолютно согласна. Тут сразу же по гиперметропии вопрос возник. Есть такое сложение как потеря строк особенно при плоских роговицах. Что делать? Может мы сразу ответим? Ну я позволю себе начать а потом Наталья Владимировна продолжит. Вероятность потери строк при коррекции гиперметропии существует и чем выше гиперметропия тем больше эта вероятность. Именно поэтому допустим немецкая комиссия по рефракционной хирургии она не рекомендует коррекцию гиперметропии более чем 4 диоптрии на роговицы. А поверхностными методами вообще не рекомендуют. что касается того что делать то есть если мы все-таки берем пациента с гиперметропией на эксимерлазерную операцию то чем шире оптическая зона тем лучше качество оптики которую мы получаем тем более стабильный эффект. Вот это основное правило. Ну и безусловно нужно еще учитывать оффсет потому что очень часто здесь происходит несовпадение оптических осей в глазу и очень важно у пациентов с гиперметропией это вносить в ваши расчеты. Так здесь был вопрос еще про про трансфайеркап в два этапа это вот как понимаете рекомендован вам вопрос у нас есть возможность сделать файеркап в два этапа с помощью микроскана я понимаю что это не сравнивать ну не нужно сравнивать с одной моментной операцией а какой степени стигматического компонента гарантированно можете убрать в одноэтапным методом то же двухэтапным получается не очень хорошо как здесь пишут я думаю что здесь речь не только в этапности но и в разнице профилей потому что эффективность коррекции астигматизма в целом во многом зависит еще от профиля от расположения максимальных зон абляции на роговице и по нашему опыту мы исправляем астигматизм и 5 и 6 диоптрий с помощью эксимерного лазера швентамарис во многом большую роль играет возможность коррекции статической динамической циклатурзи которая заложена в этом приборе и великолепный совершенно айтрекер который тоже работает с частотой более 1000 герц все это гарантирует точное нанесение профиля на роговицу в запланированную зону поэтому я не могу ничего сказать о микроскане почему и сколько можно гарантировать может Наталья Владимировна скажет по ее опыту ну на самом деле у нас у нас то опыт как раз микроскана есть и здесь хотя мы конечно находимся на вебинаре другой компании но тем не менее опять же безусловно с учетом определенного отбора пациентов и обследования пациентов как правило пациентов с высоким стигматизмом мы делаем только персонализированные операции на кироскане например стандартном варианте конечно наверное не стоит этого делать а вот варианты персонализированной коррекции с адекватным отбором пациента с адекватным ведением позволяет получать вполне неплохие результаты Наталья Владимировна микрофончик слушай я хотел добавить от себя тоже немного потому что здесь возможно был тоже вопрос по поводу порядочности этапов в трансферке в швиндовской в классической порядка порядка вот и насколько я знаю то что у некоторых лазерах в них стандартный профиль обляд стандартный профиль обляд мы просто делаем не кастомизированный так сказать там может наноситься цилиндрический компонент уже после сферического и может ли вот в случае данного вопроса по поводу отличия трансферка на на одном приборе на другом приборе влиять именно порядок тоже нанесения рефракционного нейтрального профиля там может быть даже сферического цилиндрического профиля ну конечно может и потом мы с вами говорили еще об особенностях профиля швиндамариса о компенсации потери энергии об перерасчете толщины эпителия в центре и на периферии и поскольку мы сейчас сравним допустим с микросканом там двухэтапно и там будет ФТК и вероятнее всего разница в глубине абляции в центре и на периферии не будет и скорее всего будут потери рефракционного эффекта на периферии который очень важен для коррекции астигматизма для эффективности поэтому я считаю что долг любого рефракционного хирурга это работа над собственными намограммами для каждого прибора и тогда будет эффект то есть не надо ожидать что вы заложили тридиоптрии астигматизма и вы получили тридиоптрии эффекта нужно посмотреть какой эффект вы получили и дальше корректироваться корректироваться эта работа бесконечна и постоянно конечно да обратная связь это очень важно полностью поддерживаю потому что действительно подход то есть не бывает лазера который даст сам по себе великолепный результат здесь конечно очень много зависит от хирурга вот поэтому здесь полностью поддерживаю опять еще один вопрос по гиперметропии по поводу оффсета а какой оффсет вы используете максимальный да там для гиперметропии какой допустим я так понимаю интересуется это уже вопрос обоим докладчикам вопрос некорректный который есть у пациента да но единственное что мы делаем и я думаю что Наталья Владимировна меня поддерживает это монокулярные измерения оффсета для того чтобы исключить конвергенцию которая происходит при фокусировке вблизи тогда все будет воспроизводимое то есть мы проводим несколько измерений и берем наиболее повторяющиеся цифры полностью поддерживаю но собственно говоря и технология как раз программного обеспечения на диагностическом модуле для швинта она и подразумевает разобщение и монолитеральное проведение обследования и действительно потом по результатам мы можем оценить насколько достоверно насколько воспроизводимо то измерение оффсета которое было у пациента и безусловно если мы получаем несколько идентичных измерений то мы можем считать что это и есть истинный оффсет который необходимо учитывать уже при проведении операции Наталья Владимировна был вопрос используете ли вы линзы после фемта вот один такой вопрос был в стандарте нет но есть ряд пациентов и ряд ситуаций когда например при проведении рефракционной операции у пациента имеется например какой-то локальный эпителиальный дефект и для того чтобы либо мы видим не очень идеальное прилегание эпителиального пласта и вот бывает это просто по ощущениям хирурга когда вроде бы эрозии нет но эпители немножечко сдвигается и вот для того чтобы не получить эрозию для того чтобы не ухудшить заживление а считается что интероперационная деэпитализация риговид коррелируется с развитием дифузного ламиллярного кератита то есть дабы не получить других проблем контактную линзу мы накладываем в стандарте если операция проходит стандартная в этом нет необходимости и адгезия клапана если она проведена правильно если после завершения репозиции клапана проведен стрет-тест который подтверждает адгезию клапана к стромальному ложу то в линзе нет необходимости на возгляд хорошо спасибо и вот да вопрос по поводу трансферка да были случаи в вашей практике эпители реагируют на закапывание анестетика отекает локально что посоветуете продолжить как трансферка или что-то другое делать вы знаете безусловно вопрос правомочный равномерность эпители будет влиять на результаты операции поэтому наша задача с вами применять качественные анестетики наименее цитотоксичные и не злоупотреблять ими то есть не нужно бояться что пациенту будет больно во время операции алгоритм который мы применяем в клинике это закапывание перед входом в операционную однократно на одной капле и одна капля непосредственно перед началом операции в операционной на столе уже дальше очень важно еще что сделать это обеспечить убедиться в том что поверхность эпители равномерно он может отекать не только из анестетика но и просто неравномерного распределения слезы жидкости подсыхания и так далее то есть вот этого тоже нужно избегать для этого можно использовать спонжи для этого можно использовать просить пациента моргать не забывать потому что не надо забывать что он под анестезией и тоже это влияет на частоту рефлекса и собственно говоря таким образом мы получаем с вами равномерную поверхность с которой и надо начинать операцию а вот ну и безусловно есть группа риска у которых группа риска пациентов у которых мы можем больше ожидать наверное какой-то эпителиальный риск эпителиальную реакцию это и пациенты которые применяют там сосуд суживающие капли в нос это пациенты более более высокой возрастной группы поэтому у некоторых пациентов мы например мы используем тоже провокационную пробу с анестетикой для того чтобы идти у пациентов на субоуменовый фентокертомеллез когда формируем очень тонкий роговичный клапан и здесь отек эпителия может не позволить нам сформировать очень тонкий роговичный клапан и в этой ситуации если у нас есть сомнения что пациент будет реагировать на операцию на анестетик отеком то можно провести провокационную пробу закапать ему анестетик провести ОКТ посмотреть как у него конкретно реагирует эпителия и дальше уже собственно говоря спокойно проводить операцию без каких-то опасений уже во время операции поэтому тоже как вариант вот еще по кератоконусу было несколько вопросов по кератоконусу и по трансферк вот по поводу ну тут такой вопрос сформулирован стабильный непрогрессирующий кератоконус с вашей точки зрения пожалуйста расскажите речь идет о том наверное а стоит ли делать трансферк при стабильном непрогрессирующем кератоконусе нет не стоит существуют различные подходы по работе с кератоконусом и здесь я думаю что Наталья Владимировна тоже много может рассказать это отдельная тема отдельная лекция но в любом случае на нестабилизированные роговицы не стоит вмешиваться потому что и стабильные вы можете перевести в прогрессирующие очень быстро поэтому дальше вопросы что за тороговицы делать подходов много ситуаций отдельная совершенно тема коллеги спасибо у нас на самом деле много вопросов еще есть мы постарались как-то объединить в группы для того чтобы эффективно на них отвечать сейчас уже мы серьезно выбились из регламента вот есть у нас время еще на пару вопросов или мы будем закругляться народ уже постепенно расходится я бы честно говоря уже закруглилась тоже потому что другие онлайн встречи ждут я хотела поблагодарить всех слушателей и организаторов нашей видеоконференции за великолепное мероприятие за активность за вопросы своих содоплачков тоже очень хотела поблагодарить потому что мы долго готовились и серьезно и это было приятно и интересная работа как всегда хотела пожелать всем здоровья берегите себя берегите своих близких и чем лучше мы будем себя беречь тем скорее мы встретимся с вами все оффлайн без чего мы очень скучаем да спасибо огромное это было замечательное мероприятие очень интересное и действительно в очередной раз не могу не высказать слава восхищения экономной как замечательным партнером для подготовки любых таких интересных мероприятий ну и конечно благодаря организаторам которые дали нам эту возможность поработать подготовить и встретиться и поговорить о такой интересной теме спасибо всем слушателям спасибо спикерам уважаемые слушатели просим после выхода из вебинара потратить буквально 30 секунд на заполнение короткого опросника всего вам хорошего и спасибо еще раз за то что нас выбрали и выбрали нас смотреть всего хорошего да всем до свидания до свидания спасибо